Добрый день еще раз дорогие друзья в студии Лиза Калинина и сегодня стартует как обычно наша программа наук и технологии 16 до 17 в гостях у нас сегодня уже прям наш эксперт, эксперт-профайлер, полиграфолог, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулик. Анна, безумно рада вас видеть. Я тоже. Здравствуйте. И у нас тема актуальна как никогда, потому что сейчас бум инстаграмов в контакте фейсбуков той бишь социальных сетей и наша тема звучит следующим образом что может вот профиль в соцсети поведать человеке то есть создает какой-то портрет да человеке может что-то выяснить да ну вообще так как сейчас очень много нашего населения все больше общается и все больше живет в виртуальной реальности и соцсети сейчас многие люди знакомятся не на улице не в очередях возможно как раньше не на танцах а действительно посредством групп социальных сетей и так далее и конечно же по социальным сети если она заполнена если она пустая нет фотографии нет ничего просто фамилии имя это не настоящая активная ничего не скажешь по человеке по человеку а так если она заполнена то конечно можно если мы смотрим на соцсеть вот так прям пробегаемся смотрим фотографии общую стену и первое что мы должны ответить на какой вопрос зачем человеку эта социальная сеть потому что бывает страницы но допустим вот чтобы никого не обижать на моем примере она исключительно несет только деловой характер вот профессиональный только о деятельности все у некоторых бывает смежное о деятельности и немножко минутка моего досуга а у некоторых да я поэтому и разговариваю а у некоторых страница превращается в некое такое сегодня у меня одно настроение завтра у меня другое а вот сегодня я каждый час что-то 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 фотографирую а потом я на месяц замолкаю и мы отвечаем на вопрос зачем зачем человеку это соцсеть очень часто особенно более молодое поколение социальные сети используют для знакомства и очень часто девушки тоже студентки обращаются говорят вот а как понять вот парень то или наоборот молодой человек а вот девчонка она готова ли к серьезным отношениям и так далее первый вопрос это смотрим на пласт фотографий мы смотрим фотографии в каком ракурсе если там есть видны какие-то интересы они именно фотографии имени себя я в такой позе я вот в такой позе я и мир как недавно тоже видела я и мир как вы думаете какое количество мира было на этих фотографиях а вот очень мало и смотрим друзей смотрим друзьями кто твой друг да работает и здесь конечно бывает такая хитрость девушки мы же любим скрывать свой возраст ну да вот чем за определенный период мы такие ну вот лучше чтобы не знали а некоторые любят скрывать откуда они родом но вы знаете наше окружение к сожалению она нас выдает вот по всем статьям потому что вы так заходите смотрите примерный возраст волгоград 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 а говорил что москвич коренной например вот а еще некоторые же отмечают одноклассник сокровен и так далее то есть и все не запретить не запретишь кстати очень часто многие задают такой вопрос а вообще этично ли не этичного так анализировать потому что мы же не только для личных целей ну да часто часто и работодатели и чар и службы безопасности конечно и перед выдачей кредитов банки они оценивают страницу социальной сети тоже дожили дожили ну уж извините мы сами выкладываем а это правда я только хотел сказать это же наша ответственность абсолютно это наша ответственность и здесь никому грозить пальчиком и говорить а я я и зачем вы смотрели мои социальные страницы они в открытом общем доступе а даже если человек закрывает это все равно закрытый профиль для тех кому это необходимо никакой трудности не составит найти эту информацию более того это я всегда молодой более поколение пугаю если вы выложили какую-то фотографию будучи в каком-то настроении а потом решили ее удалить то не факт что она потом через определенные такие есть агрегаторы которые фотографируют социальную страницу какой она была до не факт что она там не вылезет поэтому интернет такая штука туда когда что-то попадает и переписка в том числе когда что-то туда попадает она там и остается вот даже если вы все по удаляли она там остается я хочу нашим слушателям и зрителям тоже прорекламировать нашу страничку страна fm пишите пожалуйста у нас есть пост она кулик изображена очень красивая в комментариях можете задать они свой вопрос а также вот сап вайбер смс 909 928 189 и 9 мы сегодня анализируем социальные сети каким образом вы их ведете для чего тоже пишите может быть мы и вам дадим какую-то характеристику она смотрите сейчас в принципе такой тренд пиарите в частности свой инстаграм люди медийные это делают но это же тоже имидж определенный образ то есть нельзя сказать что вот это вот сто процентов такая характеристика у людей да если мы задаем вопрос себе зачем человек сделал это социальные сети и мы понимаем что она и для имиджа для работы актеры телеведущие то есть тот кто вообще в сми работает и на большое количество людей конечно же нужно автоматически ставить определенную звездочку и понимать что вот тот образ который есть и который несет человек он не всегда может совпадать с действительно с реальной картинкой но как правило если у человека очень живая социальная сеть будь то есть instagram вк фб то есть вот различные то мы можем и посмотреть вот для профессионального для имиджа я вот вот у меня умные мысли для имиджа вот у меня какая-то фотография бывают периоды когда человеку просто хочется чем-то поделиться вот настроение такое и мы смотрим насколько отличается динамика вот модель поведения бывают некоторые социальные сети когда вот человек решил он несет определенный образ вот он такой элегантный профессионал своего дела и так далее серьезный я сейчас вспоминаю реальную социальную страницу но спускаемся вниз фотографии оп ответвление сердечком стоит пушистым обнимается либо с какими-то шариками то есть с друзьями ослабином все таки мы смотрим вот вот эти проскакивания проблески реального настроения реального характера они все равно тоже прослеживаются наша задача только отследить есть ли они или нет если социальная сеть очень часто ведется то все равно все понятно я хочу напомнить у нас в гостях сегодня эксперт профайлер полиграфолог президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности анна кулик мы сегодня говорим о портрете в социальных сетях пишите и вы группа в контакте страна fm а также вот сап вайбер 909 928 1 89 и 9 может быть вы хотите какого-то знаменитого человека тоже проанализировать вот у нас прямо по курсу уже начинает звучать владимир плесняков с песни неземная у него кстати страничка тоже неземная выкладывает и семью и детей и свадьбу старшего сына так что человек достаточно понятный открытый слушаем смотрим и наша программа наука и технологии продолжается в гостях у нас сегодня анна кулик эксперт профайлер полиграфолог президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности мы сегодня говорим о социальных сетях как их проанализировать как читать она у меня еще такой вопрос вот смотрите сейчас принципе такая тенденция что ты должен должен может быть не очень уместно слово но ты как бы все время должен быть в тренде ты пиаришь пиаришь свои соцсети чтобы у тебя было больше подписчиков иногда людей особенно публичных специальностей уже оценивают по количеству той аудитории которая на них подписана а чтобы подписывалась больше надо как-то заманивать и часто личной жизнью такая тенденция вот такие сейчас условия но получается таким образом человек вообще обнажен да и про него узнать все очень уязвим скажем так для всякого рода мошенников для всякого рода тот кто анализирует с темной стороны они выкладывают действительно и свое местонахождение и многие выкладывают своих детей на тех площадках на тех курортах надо в тех любимых местах которые они находятся но по опыту это да привлекает людей положительных кто разделяет принципы кто тоже здорово я люблю единомышленники да но также это привлекает и тех у кого мысли совершенно ну либо странные либо очень темные и чем проще человек человека найти в этом смысле то звезда вот кто за целью личный человек они ставят своего рода под удар плюс спрогнозировать принципы ценности предпочтения хобби что нравится это же тоже можно а давайте так это можно анализировать для того чтобы сделать человеку приятно и подарить подарок а это можно для того чтобы и завербовать я примерно рак а потом ты не будешь должен на то есть и вот здесь мы все неважно публичная это личность либо ищите подстегивают ой как ласток у тебя отпуск выкладывай больше выкладывай больше да выкладывай больше и вот уже пошла вну внутрянка какую я вазу купил кто мне подарил и так далее то есть сетка контактов она разворачивается раскрывается плюс но люди же отмечают других людей и а бывают такие ситуации когда есть приверженцы вообще негативного отношения к любого рода публичности в социальных сетях но они то себе не выкладывают а кто-то их сфотографировал кто-то где-то их поотмечал и так далее все и вот скажите пожалуйста она какой портрет человека который наиболее уязвим ко всем этим махинациям ну то есть человек даже может быть публичным но у него такой стержень что он быстро уже отсечет лишнее а вот те кто ведомы это какие ну во первых более эмоциональные люди особенно много выкладывающих очень много фотографий я лично я я я я почему потому что здесь есть одна уязвимая деталь при грамотном подходе похвале и даче внимания человека заинтересуется и вот здесь можно уже зацепить плюс очень сильно уязвимы те люди тот кто обменивается различными документами в социальной сети очень часто бывает вы зайдите в любую социальную сеть вконтакте особенно забейте в графе документы у каждого она есть паспорт и посмотрите какое количество паспортов различных у вас высыпется они в открытом доступе это не значит что вы взломали какую-то базу секретную нет это просто когда происходит когда человек берет и прикрепляет прикрепляет фотографии отправляет ее кому-то ну удобно же правда да вы нашли его в копию да почему нет карточку карточки не буду говорить забивайте но и потом забывает а это же все остается остается у него на странице не на главных фотографиях а внутри в документах и бывает так к сожалению и публичные и малопубличные личности как доры что-то стихотворение написали проект какой-то инновационный тогда и они обмениваются вот в чатике групп с группой а своих же единомышленников, либо проектной команды и обмениваются документами. Они тоже все остаются. Не только в вашем чате. Их при правильном забить, если название, их могут найти остальные. Вот это очень уязвимо. И чем больше детей мы выкладываем своих на социальные страницы. Вот мой ребенок, смотрите, какой он прекрасный. Вот есть детская площадка, где я гуляю. А давайте так, кто-то поохает, повосклицает, скажет, какой милый, какой лапочка, а кто-то посмотрит, а теперь я знаю, где найти. Задавайте вы свои вопросы нам. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ» «Самые интересные и лучшие задания мания» в прямом эфире. Напоминаю, у нас в гостях сегодня эксперт-профайлер, полиграфолог, президент научно-исследовательского Центра корпоративной безопасности Анна Кулик. Совсем скоро вернемся, у нас небольшая пауза, музыкальная композиция и продолжим нашу беседу. Оставайтесь с нами. В студии Лиза Калинина, наука и технологии наша программа. В гостях у нас сегодня Анна Кулик, эксперт-профайлер. Коротко. В группе ВКонтакте обсуждаем сегодня, как анализировать социальные сети, профили. Вот скажите, Анна, еще у меня пришла такая мысль, ведь каждый человек так или иначе зарегистрирован в нескольких социальных сетях. И бывает так, что, ну, одна у него вроде рабочая, другая личная, и вот если суммировать все соцсети, там вообще получается полная жизнь, все понятно о человеке. И надо еще раз сказать нашим слушателям, зрителям, это опасно. Это очень опасно. Причем тот, кто пишет в различных блогах еще, вот есть живые журналы, твиттеры, где мы вываливаем все свои мысли. Если у нас есть социальные сети различные, инстаграмы, то есть где-то резюме размещено наше, старое, оно же все легко достается, то это огромный пакет информации. Это просто огромный пакет информации для человека, который, если целью себе поставил, составить ваш портрет для каких-либо целей, это можно сделать. Ваши предпочтения, ваши музыкальные композиции, которые вы выкладываете, можно даже по настроению отследить человека и понять для себя, он вообще как, с ровным настроением всегда, или у него то мелохоличное, то бодрое, то веселое, то ровное. По выкладыванию фотографий, по активности, мы смотрим, когда заходил, когда что выкладывал, можно так определить, кто сова или жаворонок у нас, то есть активность выкладывания, если ночью, то, понятно, человек такой ночной. Что выкладывает? У некоторых мало, очень часто получаю вопросы, у некоторых мало фотографий себя, иногда и нет, но на аватарке стоит что-то там, вот такое, картинка и так далее. Вы идете простым путем, простым ассоциативным путем. Какие ассоциации у вас рождает эта картинка? Вообще, вот если мы берем весь пласт этих картинок, что они несут с собой, что там изображено? Потому что иногда бывает это природа, птички, погода и так далее, и на стене даже на обезличенно написаны рецепты, человек зарегистрирован в группе, как сделать своими руками там что-то, там отдых с семьей, ну, соответственно, для нас мы понимаем, что это социальная страница, целью которой есть поиск человека, домашнего человека, ориентированного на семейные ценности, каких-то интересностей в социальной сети, добавлением себе их на страницу, вот, стихов, книжек. Ассоциативный поиск, да, то есть человек определенно открыт уже для этого, для интернет-знакомства. А сколько количество мошенников, которые вот так отлавливают активно знакомящихся для того, чтобы вот что-то сделать нехорошее. А таким образом, ведь можно, когда узнаешь информацию, уже человека выследить, встретить его случайно якобы вот с работы он выходит, начать ему говорить то, что он уже прочитал, ой, а ты любишь такую там музыку? Да. И человек ведется, да? Конечно, и более того, человек малая вероятность того, что вспомнит о том, что месяц назад он вот эти же цитаты, вот эту же книжку он выкладывал, ему наоборот создаться впечатление, вот это как первое. И как в индийском кино, ой, ты меня так понимаешь? И в танцы, да, ушли. Да, да, да. Вот, конечно, и огромное количество людей этим пользуются, но давайте так, в положительную сторону этим пользуются те же самые нетворкеры. Да. Есть сейчас отдельное направление, когда целенаправленно вы понимаете, что у вас есть лицо в какое-то принимающее решение для каких-то целей, и вы изучаете, как он думает, как он мыслит, что он делает, какие заведения он любит, потому что иногда по геотегам можно понять, что человек любит вот на Павелецкой сидеть в этом Старбаксе. Да, его легко встретить. Любит он, вот, и причем он настолько такой параллельно перпендикулярный, этот человек, что каждый обед в 13.30 он, то есть, бывает, можно даже целую карту поведения человека раскладывать по социальной странице. и с точки зрения того, что человек выкладывает некоторые же не только свои фотографии, некоторые видео свои выкладывают, да, то есть, говорят в камеру, а здесь можно посмотреть и что говорит, какая мимика, грамотная ли речь, какая мимика, ну и вообще, если говорить про речь, вот такая речевая деятельность, так называемая психолингвистика, это что и как мы говорим и пишем. Как человек, если он пишет на своей стене, и это, понимаем, его напечатанное, а не откуда-то из какой-то группы скопированное, то мы смотрим, какие обороты он использует. Какое количество я, какое количество мне, мое и так далее. Если огромное количество, бывают такие предложения, в одном предложении до семи я, ну о чем это говорит? Ну что эгоцентр. Это я. Либо не уверена очень в себе. И таким образом, позиционерам. Да, но все равно эгоцентризм и в том и в том случае есть, она зацикленность на своей персоне. Если у человека есть уменьшительно ласкательные, пусечка, лапочка, солнышко, хорошая погодка, много смайликов различных там и так далее, то мы понимаем, что человек очень эмоциональный и постарается всегда сглаживать углы. Ну вот прям вот такой вот он аккуратный. То есть стоит ему сделать какой-то комплимент, он уже будет расположен. Стоит с ним, допустим, войти в какую-то там конфликтную ситуацию и так далее, то он постарается сгладить. Но всегда помним, что вот по одному какому-то признаку мы понимаем, что вот эта фотография расположена вот с этим геотегом человек там вот с таким выражением лица. Все, он грустный и депрессивный по жизни. Ну, нет, конечно. Прежде чем говорить о портрете, мы как можно больше информации превращаемся в таких разведчиков, как можно больше информации со всех желательно социальных страниц собираем. Я первым делом так делаю. Если я познакомилась, я сразу смотрю, что из себя человек представляет. Сразу безопаснее как-то становится. Ну да, ты видишь образование, школа, может быть, это все неправда, конечно, но вряд ли, вряд ли. Но все равно какое-то окружение, оно видно. А то есть по психологии в принципе человеку свойственно делиться, об этом рассказывать, да, то есть ему хочется, чтобы было признание, чем-то похвастаться. Почему сейчас именно таким способом делиться? Потому что сократилось гораздо количество вот контактов вот очных, живых, особенно в больших городах, когда огромный ритм, и мы вот не успеваем друг друга узнать, все улыбаются, даже когда им плохо, вот. И кажется, ну вот у меня реальная возможность получить понимание общества, внимание общества, либо чем-то поделиться с обществом, с помочь обществом. Это вот социальная страница. Это правда. И люди начинают общаться. И мы так же, как в обычной очной жизни, сталкиваемся порой и с неприятными людьми, и с теми людьми, которые положительно и полностью наши интересы, они совпадают. Но есть тот, кто сидит так тихонечко и для каких-то своих целей все так в копилочку и складывает, и мониторит, да. А поэтому вот... У нас сейчас позакрывают все соцсети, боятся будут, мне кажется, сейчас отслеживать документы, фотографии. Но это, кстати, полезно сделать. А вот сейчас тот вас слушает и смотрит. Пожалуйста, посмотрите и вспомните, не отправляли ли вы кому-то что-то из таких. Отправляли, конечно, мне кажется, все за 10 лет существования сети ВКонтакте 100%. Напомню, в гостях у нас сегодня эксперт-профайлер, полиграфолог, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулик. Говорим сегодня о безопасности так или иначе в социальных сетях, о профиле в социальных сетях. Пишите нам тоже группу ВКонтакте страна.фм, а также WhatsApp Viber 909-928-1-89-9. Только, пожалуйста, пишите на этот телефон, не звоните. Много звонков поступает. Мы же не сможем вас принять в прямом эфире. Напишите сообщение WhatsApp Viber SMS пока Леонид Агутин у нас. Кстати, тоже очень активный пользователей Инстаграма. Все пейзажи, путешествия, выкладывай. Друзья, мы продолжаем. У нас финальный выход. Очень интересная тема. Анализируем сегодня профиль в социальных сетях. Эксперт у нас сегодня Анна Кулик, эксперт-профайлер. В конце назову полную должность. Анна, финальный вопрос. Вот вы говорите, сейчас дети тоже очень активные и так далее. Получается, родителям нужно с ними беседовать и объяснять, что это опасно. Не выкладывай ничего. Не общайся много. Или это, наоборот, отторжение может вызвать? Какая здесь безопасность? Я бы вообще назвала гигиеной поведения в интернете. Нужно заниматься родителям со своими детьми тоже. Почему? Потому что до 16 лет, вот я как специалист безопасности говорю, опасно вообще выпускать в этот мир, где не только приятные и положительные люди будут наблюдать за чадом человека с мало сформированным, уже осознанным таким восприятием. Какое количество манипуляторов, различных других плохих людей, которые могут написать, куда-то завербовать, к чему-то склонить, потому что я сейчас аккуратно говорю, просто мы-то по таким делам работаем очень много. И это действительно, когда, казалось бы, девочка или мальчик, которым 10, 11, 12, 13 лет, с положительной семьи, и мама, и папа работающие, все идеально. Но ребенку из-за того, что мама, папа слишком много работают, либо тоже так же в социальных сетях живут, это же тренд сейчас, они мало уделяют, это не плохо, не хорошо, это просто, наверное, тенденция времени. Ребенок, конечно, куда пойдет? Все одноклассники там, все интересные вещи какие-то происходят, и, к сожалению, в каких-то моментах они несколько эту грань, кто мне пишет, потому что, ну, злодеи пишут обычно не под своими именами, и не со своим возрастной категорией, а пишут, спускаясь. А у девчонок-подростков еще же наоборот, наверное, повышается самооценка, когда написал какой-то взрослый парень. И гормоны, да, и взрослый парень, и вроде чуть-чуть, и ровесник, но давайте мозг дитя против взрослого человека, который еще сознательно это все делает. Конечно. И, то есть, когда ты это читаешь, смотришь, вот как себя ведут настолько грамотные манипуляции, подцепить. Причем ребенок же по незнанию он раскладывает и про маму, и про папу. И где живут. И где живут, и где гуляют, и кем мама работает, и кем папа работает, и что сейчас происходит в семье, что я сейчас сижу одна с бабушкой, и так далее. Понятно, что ребенок это выкладывает для того, чтобы просто общаться. Но вот, к сожалению, это может куда-то вылечиться. Доверчивость, она, конечно, играет обратную роль. Да, доверчивость. Казалось бы, и запрещать ребенку, вот все, я услышал, тебе нет 16, и все, теперь в социальную страницу ты не зайдешь и не создашь. Понятно, что здесь наоборот сыграет запретный плод, он всегда сладок. Побольше внимания, становиться друзьями. Да, мне кажется, еще важно, чтобы ребенок, наоборот, пользовался и отчасти умел отслеживать, чтобы потом в 16 лет, ты опять вот такой, как пятилетний в розовых очках. У него же этого не было никогда, тут тоже, чтобы крайности не было. Да, но все-таки я сторонник того, что нужно сначала ребенка учить общаться вот с... В реальных. В реальных. Бывает такое, что дети, ну так, минутка о детях, когда дети приходят, и они понимают вот правила коммуникации, потому что, ну вот, бывают сложности, берете своего ребенка, говорите, вот давай ты этот мальчик или ты эта девочка, а я ты, давай проиграем эту ситуацию. Дети не зря куклами играют, помогите им так же понять. Как к модели придумали. Конечно, выстраивая вот такие модели общения, как межличностного, очного, так вы эти же модели общения переложите на виртуал. Анна, смотрите, вот какие еще советы можно дать? Во-первых, убираем личные фотографии детей из своих социальных сетей, я вот что запомнила, документы просматриваем, нужно удалить из документов. Да, да, да. Это паспорта, все ксерокопии, которые вы отсылали когда-либо. Вот что еще важно отметить, чтобы слушатели какую-то рекомендацию получили? Ну, с точки зрения, вот если свои социальные сети, то поменьше выкладывайте личных каких-то мыслей. Вот бывает, знаете, такая меланхолия, накипела, и бомбанул прям вот аж прям всю страницу. То есть блогеры, они в принципе себя... Ну, блогеры за счет... Не надо думать, что они все такие, знаете, непродуманные. Одно дело, когда ты продуманно экспромт создал, и все такие вау. А другое дело, когда обычный среднестатистический человек, вот его бомбануло, и он выкладывает. Плюс, пожалуйста, будьте аккуратны с фотографиями с рабочего места. Вот прям огромное количество хэштегов с «я люблю свою работу». Вот если вы забьете и посмотрите, там, знаете, бывают разные. Есть бренд, там многих компаний, у которых есть служба безопасности, и они это все тоже видят. И вы такие, ненавижу. Да, то есть вот этого по свои какие-то предпочтения, будьте аккуратны. Выкладывайте меньше, там, своих каких-то, там, очень интимных подробностей и так далее. Вот не нужно. Я понимаю, это привлекает огромное количество людей. Все мы любим, знаете, вот посмотреть в скважину. Да, и мы сами даем такую возможность. А, вот спасибо вам большое. 15 секунд у нас осталось. К сожалению, я хочу напомнить, у нас в гостях сегодня была президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности, эксперт-профайлер, полиграфолог Анна Кулик. Я надеюсь, что мы еще скоро увидимся, услышимся. Пока Дима Билан у нас поет. Держи, Счастливо, смотри.